В начале урока сотрудники ГИБДД провели с ребятами профилактическую беседу на тему правил поведения на дороге. Подробно осветили важность световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Рассказали о том, что безопасность пешего участника движения зависит от того, насколько в сумерках и в темное время суток он будет заметен на дороге. Мы объясняем ребенку, что при попадании фар световозвращающий элемент зажигается как фонарик, и водитель, естественно, намного быстрее заметит ребенка на дороге, нежели если бы пешеход шел без световозвращающего элемента. В осенне-зимний период световой день сокращается на темных дорогах, да еще и в снег. Пешеходы, особенно дети, становятся в буквальном смысле невидимками. На первый взгляд световозвращающий элемент выглядит как игрушка, но его использование снижает детский травматизм на дороге во много раз. У нас сейчас по статистике за 10 месяцев произошло 142 дорожных транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 151 несовершеннолетних. К счастью, погибших нет. Конечно, такие мероприятия очень важны, потому что знание правил дорожного движения помогает сохранить здоровье и жизнь. Тем более культуру поведения на дороге нужно прививать детям с малых лет, с малого школьного возраста. Пуста, медведь, засветись! Сотрудники ГИБДД города Самара регулярно проводят профилактические беседы и акции с юными пешеходами. Проведение этого урока направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Важность данной программы очень высока. В текущем году версия программы, которая у нас действует последние три года, заканчивается. Но сейчас в подразделениях администрации городского округа Самара находится новый проект программы, в котором мы также учли весь опыт работы предыдущих лет и включили мероприятия на будущие годы, чтобы данная тематика также не забывалась и реализовывалась муниципальными образовательными учреждениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова